Дальше у нас совершенно волшебный доклад, который мы немножко проанонсировали уже, чуть-чуть в ходе. Я не знаю, насколько понятно терминология сервисный дизайн. Я, поскольку далек достаточно от дизайна, поэтому и сама терминология сервисный дизайн для меня была в новинку. Мы сегодня пригласили коллег из АИС, которые обещали нам рассказать. Фактически мы говорили про последние тренды в дизайне. И вот дизайн, который называется волшебным словом сервисный, и ответ на вопрос, что такое последний тренд дизайн, каким образом он делается? Это кейсы, практика, и мы очень надеемся в ближайшее время услышать очень много нового, как для людей не в дизайне, так и людей в дизайне в принципе. Да, это все вместе взятое. Некоторые считают, что сервисный дизайн это некоторая такая маркетинговая пристройка, чтобы брать за дизайн больше денег. Но в принципе глобальные тенденции меняются, поэтому давайте мы все по порядку вам разложим. Я думаю, к концу доклада вы точно будете знать, что такое сервисный дизайн. А для начала давайте познакомимся. Я Сергей Попков, я в общем-то про дизайн. Меня зовут Черемисинов Виталий, я отвечаю за аналитику. Ну, начнем, наверное, с такого более приземленного, простого, просто с красивых картинок. Мы проанализировали, что у нас вообще в этом году с трендами происходит. Если честно, мы просто поменяли одну цифру с 2015 на 2016, потому что по большому счету за один год мало что произошло. И это опять же таки отсылка к этому сервисному дизайну. То есть мы где-то к середине доклада придем к тому, что визуальный дизайн или веб-дизайн в каком-то формате отмирает. Вся эта история стагнируется. Но, тем не менее, давайте такую свежую подборку посмотрим из 2015-2016. Первая история – это, конечно же, часы, которые уже сейчас есть на всех платформах. Все больше и больше дизайнеров делают какие-то новые концепты. Эти концепты мигруют в приложения. Эти приложения есть одновременно на телефоне, на часах и так далее. В общем, дизайнеры активно осваивают этот маленький дисплей, вводят туда, экспериментируют какие-то новые микровзаимодействия. В общем, я полагаю, что это в определенной степени тренд, который будет продолжаться в 2016 году. Но с учетом девальвации рубля я не думаю, что эта история будет слишком популярной в России. Причем важно понимать то, что, я думаю, многие из вас следят за новинками, связанные с интернет-вещей. И многие наручные часы стали плавно транслироваться с одной платформы на другую. Например, инструменты Motorola или Android теперь поддерживаются iOS. И это открывает новые возможности для сервис-дизайна, дизайна и так далее. Ну, старый добрый тренд. То есть выбрасываете все лишнее, делаете все чище, меньше. То есть максимальный акцент на шрифтах, на крупных фотографиях. Все, что кажется вам сомнительным. Рюшечки, все это выбрасываете. Все еще проще, еще больше и так далее. То есть это, в общем-то, никуда не уходит. Все плоское, все простое, все замечательное. По-прежнему интересная история с лонгридами, с ториителлингом. Мы видим пример лонгрида, который посвящен производству пальмового масла. Мы видим, насколько хорошо интегрирована статическая информация в некоторые интерактивные схемы, карты. Все это делается для того, чтобы пользователь мог, скажем так, с большим интересом читать контент. Потому что пользователь становится все более ленивым. Если вы верстаете обычную статью в рамках обычного текста, то это уже никому не интересно. На четвертом абзаце есть великая вероятность, что у нас будет отказ. Пользатель просто уйдет из этой статьи. Поэтому, если вы заметили, сейчас и на газетеру, и на лентеру выходят спецпроекты. Они специально заверстываются. Там есть куча всякого разного медиа-контента. Это как раз делается в том числе для того, чтобы как-то пользователя больше вовлекать в материал. Ну и по нашим наблюдениям, последние тенденции, как правильно заметил Сергей, уходят от миниатюрной подачи контента. И пользователям намного удобнее и привычнее взаимодействовать как раз с такими лонгридами. То есть, по сути, что может быть скучнее, чем пальмовое масло? А в таком формате оно прекрасно преподносится, удобно рассказывается. И в рамках инфографика все становится понятно. Новая история, которая идет у нас уже от бигдаты, это визуализация данных. То есть, когда дизайн интерфейса уже слишком сильно интегрирован в код, мы можем накладывать большие данные на карты и видеть какие-то новые невероятные пересечения сюжетов. То, чего раньше, в принципе, могло не быть. Получается бигдатно очень. Ну да. Ну и персонализация. История, которая мигрирует из такого глобального тренда, в том числе и в дизайн. То есть, это мобильное приложение, обладающее преднастройками, чтобы вы могли, к примеру, читать новости, которые только интересны для вас. В данном случае, пример, Reuters, информационное агентство, которое сделало это мобильное приложение. Это история про то, что вы запускаете это мобильное приложение, читаете только те новости, которые вам интересны. Это опять же в отсылку той же бигдати, больших данных, персонализации, чуть сбегая вперед, про которую мы дальше расскажем подробнее. Да. Ну и поскольку мы выкинули все лишнее, все, что у нас остается, это можно анимировать, взаимодействовать, изменять, чтобы это как-то насыщать большей динамикой. Раньше у нас был флэш, флэш умер, но теперь у нас появился HTML5, JS и прочие штуки, на которых можно, в общем-то, делать все то же самое. И это хорошо интегрируется в современные интерфейсы, это имеет хорошую отдачу, пользователь увлекается. И стоит вспомнить, что у нас теперь появился с появлением iPhone 6 и 6 Plus мультитач, по-моему, называется, да? Ну какой-то там такой двойной тач, да. Да, то есть там, в зависимости от силы нажатия, у меня меняется какой-то сценарий, и, соответственно, сюда прекрасно накладывается интерактив, и стоит это обязательно принимать во внимание при разработке продуктов. Да, ну это у нас были истории, которые как-то можно визуализировать, это были визуальные тренды, но на все это накладываются глобальные тренды, и мы идем дальше. У нас есть такая история, которая преследует нас кругом, это омниканальность, это количество интерфейсов, с которыми мы взаимодействуем, оно постоянно растет. У нас есть по-прежнему ноутбук, у нас есть мобильный телефон, у нас есть планшет, у нас есть часы, у нас есть инфокиоск, у нас есть телевизор, интерактивный экран. И большие компании стараются использовать такой термин, как омниканальность, чтобы объединить все эти разные типы экранов, платформ в единый сценарий пользовательского взаимодействия. Как мы видим на этом примере, мы долго его искали, потому что очень мало живых кейсов. Подожди, подожди, подожди. Мне интересно, а кто в принципе сталкивался с таким термином, как омниканальность? Поднимите руки, пожалуйста. То есть, наверное, все-таки стоит более подробнее разъяснить, наверное, что это такое. Ты как считаешь? Да, да. Давайте вернемся на слайд назад. В принципе, в омниканальности, наверное, есть три основных составляющих. Это визуальные фреймворки, передача данных и линейный процесс взаимодействия с продуктом. Визуальные фреймворки, что под этим поразумевается? Я думаю, многие из вас активно пользуются сервисами Яндекса. Это Яндекс.Почта, Яндекс.Такси. А, кстати, я не знаю, в Питере есть Яндекс.Такси? Да? Отлично. Яндекс.Такси, Яндекс.Браузер. И вы можете заметить то, что все сервисы преподносятся в одном визуальном ключе. То есть новый сервис, который выходит, он плюс-минус выглядит одинаково. То есть наследие визуального формата позволяет вам более качественно и быстрее адаптироваться к новому продукту. Передача данных. Я расскажу на примере кейса. Есть компания Тинькофф Страхования. И вы там можете на нее зайти, оформить какой-то калькулятор, начать расчет, а потом уйти с калькулятора. Ну, то есть по любой причине. Вас отвлекли на работе, к вам подбежал ваш ребенок, дернул вас за руку. У вас интернет отключился. Но вы передали какую-то часть данных о себе. Например, там, имейл или телефон. При возвращении на этот сайт с какого-то другого устройства ваши данные запомнятся при помощи какого-то идентификатора, например, вашего телефона. И вы сможете продолжить взаимодействие уже с другого устройства. И линейный процесс использования продукта. Это, в принципе, можно отнести к двум перечисленным пунктам. То есть визуальная составляющая одна и та же. И ретрансляция данных туда и обратно. Чтобы было максимально удобно, вне зависимости от того, с какого устройства вы обратились к интерфейсу. Ну и, соответственно, возвращаясь к кейсу, кейс Swiss Airlines, когда они объединили одновременно их сайт на современном карточном интерфейсе. Он полностью адаптивный. По таким же принципам работает навигация в мобильном приложении. И по таким же принципам работает навигация в аэропорту. Инфокиоски, информационные панели. И плюс вся эта история взаимодействует по линейному процессу. То есть, к примеру, я начинаю процесс покупки авиабилета на сайте. Потом мне приходит уведомление в почту, что да, вот твой авиабилет. Но на самом деле скачай мобильное приложение. Потому что мобильное приложение будет вести тебя вплоть до аэропорта. И действительно, я скачиваю мобильное приложение. Мне приходит какая-то дополнительная интересная информация. Мортификация какая-нибудь. Да, да, да. Сколько я могу взять с собой багажа, что мне нужно иметь в виду, как мне подойти, как что мне найти. И когда я подъезжаю к аэропорту, мне автоматом пушится карточка с моим кодом авиабилета, чтобы я мог его приложить на стойке регистрации и автоматически зачекиниться. Ну и, соответственно, персонализация. Да, персонализация. О ней сегодня очень здорово рассказывали коллеги из Битрикса. Это тренд, который также плавно перекочевал из 2014 года. Я спрошу еще раз на всякий случай, кто знает, что такое персонализация. Руки, пожалуйста, поднимите. Ну, здорово, здорово. Намного больше, чем у мне канальность. Это очень интересно. Соответственно, я также расскажу на примере. Ниже представлено два скриншота. То есть бытует мнение, что пользователи MacBook'ов на какую-то долю более состоятельные, чем пользователи Windows. Ну, с текущим курсом доллара, в принципе, оправданы. Это скриншоты сервиса TripAdvisor, которые попробовали эту гипотезу подтвердить или опровергнуть. То есть в зависимости от версии операционной системы и вида операционной системы вам будет показываться та или иная цена. То, что мы видим снизу, это цена, когда пользователь, ну или я, я просто наделал скриншоты с разных компьютеров, обратился к системе с Windows ПК. А это со своего рабочего MacBook'а. Да. То есть, как видите, цена отличается кардинально. Но теперь немножко, чуть-чуть в технические тонкости. Прежде всего, персонализация — это не просто взять и каким-то пользователям отдать ту или иную цену. Это прежде всего статистика и математика. То есть это цифры, модели исчисления, кластеризация, актуарная математика, много-много всего сложного. Разумеется, данные. То есть бигдата и персонализация, они неразрывно связаны. Вы не можете на маленькой выборке построить какие-то персонализированные алгоритмы. Вам нужно насыщать свою базу знаний данными. Ну и алгоритмы и техчасть. То есть, к сожалению, сейчас коллеги из Битрикса делают классный сервис, который позволяет это быстро адаптировать. Потихонечку эта сфера также развивается. Но, в принципе, до недавнего времени это было все очень технологически сложно. Могли позволить такие компании, как там Яндекс, Гугл, ну и какой-нибудь TripAdvisor или Booking. Бигдата. Такой вопрос. Было бы здорово услышать какой-нибудь вариант из зала. Что такое бигдата? Ну, то есть, чем, например, бигдата отличается от обычной аналитики? Есть какие-нибудь варианты? Много неиспроизводственных данных. Да, еще есть варианты. Здорово. Я просто знаю. Молодцы. Отлично. Да. Бигдата помогает в зависимости от тех данных, которые человек не сможет организировать сам. Здорово. Ну, на самом деле, да, есть прав... Что? Реальное время можно построить. Ну, в Google Analytics тоже есть возможность реального времени данные отслеживать. Ну, тоже верно. На самом деле, в принципе, бигдата – это скорее модель обработки данных. То есть, да, у нас есть какая-то привязка к их количеству, минимум терабайт, например, условно. Но прежде всего, это модель их анализа. Уже не ручной процесс обработки, а автоматический, механический и так далее. То есть, при помощи XQL-запросов, или при помощи специальных инструментов, сервисов типа Hadoop и так далее. Ну, и здесь, соответственно, точно такие же принципы. Это много данных, много неструктурированных данных преимущественно. Математика. Без нее никуда. Когда данных много, приходится их обрабатывать при помощи понимания работы цифр и механики цифр. Ну, и техническая часть, потому что необходимо уже как-то погружаться в какие-то запросы. JavaScript, MySQL, jQuery, например. Ой, не jQuery, Python, например, тоже здорово понимать. Ну, и, соответственно, из всего этого возникает вопрос. То есть, мы посмотрели какие-то визуальные примеры, посмотрели глобальные тренды. И теперь мы пытаемся совместить все это и не понимаем. То есть, здесь идет как раз введение в сервисный дизайн. Что как такового веб-дизайна у нас уже почти не осталось. То есть, у нас идет полная смена парадигмы. Если раньше веб-дизайнер садился, ему ставили задачу, ну, нам нужна клевая концепция, это должно выглядеть очень круто. И заказчик покупал реально крутую картинку. И там же возникал огромный горизонт событий, исходя из того, что мы перекрашивали кнопки, играли со шрифтами. И у всех дизайнеров были большие красные глаза, потому что смысла в этом особенно никакого не было. То есть, сейчас получается, что за каждого пользователя в интернете идет борьба. Дорогая борьба-то. Один пользователь становится все дороже и дороже. Их меньше новых. Как сегодня тоже заметили, каждый все дороже и дороже из года в год. Поэтому задача текущего дизайна – это история завлечь, и чтобы этот пользователь у вас с вами навсегда остался. То есть, его надо как бы утеплять. Возникает такое определение, как LTV, long time value, чтобы он как бы пришел, увидел, ему понравился, чтобы он надолго с вами остался. Соответственно, это все влияет на наш рынок. Понятно, что вот эти красивые картинки, они обесцениваются. И у нас возникают новые профессии. То есть, у нас появляется стратег. Мы о нем поговорим попозже. Аналитик. Вот он перед вами стоит. Много интересного рассказывает. Умные слова. Проектировщик. Я думаю, с этими людьми уже многие из вас знакомы, что прежде чем что-то рисовать, надо как-то так. Хотя бы накидать схематично, как оно будет работать. Черный квадрат. От точки входа до точки выхода. Ну и, соответственно, визуальный дизайнер. Ему просто поставили приписку, что да, парень, ты будешь рисовать. Потому что нам на выходе надо что-то такое более-менее красивое. От красивых картин мы не сможем отказаться. Но ты теперь много денег не стоишь. Ты просто обычный визуальный дизайнер. А нас тут много разных. Мы теперь большая команда профессионалов. И, естественно, постоянное развитие платформы технологий. То, что мы сейчас обсудили. Есть бигдат, есть персонализация. А завтра вообще непонятно, что появится. Предиктивность. Предиктивность. Она уже сейчас есть. Они там в Америке уже об этом обсуждают. Как ты там говоришь? Драйвен дизайн. Что там? Дата драйвен дизайн. Дата драйвен дизайн. Это еще похлеще, чем сервисный дизайн. По сути, одно и то же. Поэтому надо быть постоянно в тонусе. И у нас получается, что мы приходим к пониманию вообще, что такое дизайн. Дизайн для потребителей – это одна история. Дизайн для бизнеса – это совсем другая история. То есть мы с вами можем бесконечно долго рассуждать, кому какой автомобиль нравится. Каждому будет нравиться какой-то свой определенный автомобиль. Вы поделитесь на группы. Мне, например, не нравится эта бомбина. Мне нравится шестерка, эмка желательно. Ну, я не смог подобрать картинку с шестеркой. Ну, мне не нравится. Я не куплю у тебя такой дизайн. Ну, извини. Зато двигатель работает. Он один. И это его главная особенность. То, что ты сел в автомобиль, завел его, он поехал. Это важно. В этом, собственно, тоже предпосылка и введение в сервисный дизайн. Это не то, как это выглядит. Это то, как это работает и выглядит. И все это одновременно. Плюс еще куча всяких умных терминологий и так далее и тому подобное. Еще раз посмотрим, какая у нас была хронология развития. Вначале был просто сайт. Важно было, чтобы у вас был адрес в сети интернет. У вас этот адрес был забит в буклет рекламный. Была бегущая строка. Бегущая строка. Новости. Фотография директора и так далее. В общем, это работало как такой онлайн-буклет. Потом начали появляться поисковые машины. Началась эпоха вот этой выдачи. Люди начали понимать, что с сайта можно получать звонки, можно получать заявки. Началась эпоха развития вот этих вот онлайн-продаж, лендинги и так далее. А в итоге сейчас все приходит к тому, что интернет рвут онлайн-сервисы. То есть это новая такая история, которая реально переворачивает все наоборот. То есть это вовлекает пользователей. У пользователей формируется паттерн ежедневного использования. Мы сейчас об этом поговорим. И все, что нами сейчас движет, это именно развитие онлайн-сервисов. Потому что в том числе, если вы посмотрите на Bittrex 24, это онлайн-сервис. Это потрясающая история. Если вы помните, там несколько лет назад, когда Bittrex 24 только запустился, он обладал каким-то ограниченным функционалом. Это была такая первая, скажем так, стартап. И посмотрите, во что он превратился сейчас. Сколько новых сервисов, внутренних продуктов появилось. Появилась телефония. Вы сегодня обсуждали какую-то там авторизацию. Это просто потрясающе. Какими темпами он развивается, и какое количество пользователей он вовлекает внутрь. Это история как раз в том числе, Bittrex 24 – это история успешного сервисного дизайна в том числе. И главная история развития онлайн-сервисов – это трансформация. Те или иные вещи у нас трансформируются из оффлайна в онлайн. Это основная движущая сила развития вот этих онлайн-сервисов. То есть мы с вами сейчас можем опять посмотреть, как этот сюжет линейно разложить на одном известном примере. Вначале у нас был корпоративный сайт токсимоторного парка. Была фотография директора, были фотографии машин. Телефон какой-нибудь. Телефон, да. Можно было позвонить. Потом, опять возвращаясь к продажам, начали появляться лейнинги. Уже можно было заказать конкретный автомобиль. Но по-прежнему был телефон, вы связывались, чтобы заказать такси, вы связывались с каким-то оператором. Вам нужно было каждый раз диктовать ему адрес. Вы, подождите на линии. Мне надо проверить, есть ли для вас водитель. Потом еще минут 40 подождать, чтобы он приехал. Да, а потом в какой-то момент появился вот такой замечательный сервис, в том числе Яндекс.Такси и так далее. Это история трансформации. Когда мы из оффлайна переходим в онлайн, технологии нам начинают позволять это делать. Работают стратеги, люди, которые придумывают, рано или поздно это в любой отрасли. Вначале все это началось с авиабилетов, с бронирования авиабилетов. Много чего было. Передовые компании, которые… Многие отрасли бизнеса уже трансформировались в онлайн. Случилась полная, скажем так, перетасовка карт, потому что компании, которые были огромные, но которые вовремя не смогли трансформироваться в онлайн-сервис, они просто загибаются. В финансовом секторе яркий пример Тинькофф, который полностью трансформировался, переиграл финансовый рынок. Он начал с карт. Сейчас у него лучшая финансовая онлайн-платформа. Многие пользователи идут к нему только для того, чтобы иметь такой замечательный, потрясающе удобный онлайн-банк. И по большому счету им не нужно ходить в отделение и так далее. Это тоже история полной трансформации. Здесь мы просто накидали примеры разных сервисов, которые либо уже успешно прошли через эту трансформацию, либо сейчас активно набирают обороты. Вот недавняя свежая история, про которую, может быть, вы знаете, это сервис Кулин. Это такая же история трансформации по заказу домработницы, уборщиков. Она потрясающе работает. Вы никому не пишете, не звоните, вы просто нажимаете одну кнопку, выбираете удобное для вас время, когда к вам должен прийти уборщик. Там есть у вас предустановленная история, какая квартира, сколько у вас комнат. Все это сохраняется. Одна кнопка, и уборщик просто приезжает в это время. И больше вам ничего не нужно делать. Не надо никому звонить, искать. И деньги списываются с карточки. То есть вы как бы ничего не делаете. Это тоже история сервисного дизайна. Извини, пожалуйста, можно секундочку назад. Что примечательно во всех этих продуктах, то что все они базируются на какой-то основной потребности. Потребность в получении денег, потребность вызова такси, потребность в путешествиях и так далее. Потребность продажи машины. То есть современные сервисы, которые максимально успешны, которые захватывают основную нишу рынка, они исходят от элементарных вещей, от того, что мне что-то нужно, и для этого мне нужно сделать минимум действий, чтобы быстро это получить. И мне кажется, это основной принцип, который нужно учитывать при разработке продукта. Ну это динамик развития сервиса. Качество, простота, удобство. Соответственно, создание и развитие онлайн сервисов, которые искренне полюбят пользователи. Это как бы основной постулат, который движет в том числе и людьми, которые делают эту трансформацию, создают эти сервисы. Но в том или ином виде мы попадаем в эту воронку извне, потому что крупные и средние компании, они испытывают недостаток кадров на рынке, и они привлекают специалистов с рынка, которые так или иначе могут им эту историю как бы воссоздать извне, хотя бы попытаться. И в некоторых случаях это получается неплохо. Еще раз, предпосылки. Средний и крупный бизнес отстает. Уже сейчас в финансовом секторе такие игроки, как, к примеру, ВТБ-24 испытывают неудобства, потому что… Дискомфорт. Да, потому что их, к примеру, система лояльности по картам – это полный прошлый век. Вы должны прогнать 18 миллионов рублей по карте, чтобы выиграть холодильник. То есть понятно, что эти люди, они как-то не думают о пользователях, программа лояльности не работает. Они об этом знают. Они приходят с подобным запросом и, в общем-то, ждут каких-то предложений. То есть большие компании, они в этом отношении очень малоподвижны, но в том числе они понимают, что это докатилось до них, и им надо предпринимать какие-то решительные шаги. Потому что привлечение новых клиентов дорого, им надо развивать текущую клиентскую базу. Для того, чтобы развивать текущую клиентскую базу, надо создавать какие-то для них сервисы, удобства. Вот. Что, соответственно, с этим делать? Сервис вместо сайта, любые устройства и технологии. Главное создание дополнительной ценности либо реализация какой-то острой боли или потребности, чтобы этим как можно чаще пользовались, чтобы возникала привычка. Ну и любовь, если так получится. Мы часто сталкиваемся с тем, что заказчики, которые приходят к нам, в том числе, наверное, к вам, они приходят с достаточно такой банальной постановкой. То есть мне нужно переделать сайт. Мы думали, что единожды мы создадим сайты для всех, их не нужно будет переделывать, но они там раз в три года приходят и говорят, мой сайт устарел, потому что дизайн уже не такой современный, надо бы как бы нам сайт переделать. И у нас на это есть бюджет. И сразу здесь возникает проблема, что они не думают, зачем им надо что-то переделывать. То есть они как бы не включают голову. То есть они просто формируют эту потребность постоянно для освежевания. Мы работаем с многими банками, и эта история удручает, потому что они реально приходят раз в три года, чтобы просто переделать сайт. То есть они не готовы менять какие-то свои бизнес-процессы, а просто хотят переделать очередную картинку, старую картинку в новую картинку. И по факту это выглядит как, извиняюсь за выражение, просто принослив бюджета. То есть им нужно потратить деньги, и пофигу, что будет на выходе. Да. И с этими, кстати, заказчиками возникает больше всего проблем, потому что именно они играются со шрифтами. А это никому не нужно. Это никому не интересно. В этом нет смысла. Но они это не понимают. Они же приходят с потребностью, что нам нужно переделать сайт. Такие деньги заплатили. А новый сайт должен быть красивее предыдущего, поэтому там вот с ними куча всяких рисков. Приведем абстрактный пример. Нужен сайт для шиномонтажа. Соответственно, классическое производство говорит, окей, сделаем, посчитали, сроки, деньги, поехали, получили сайт для шиномонтажа. Ну, просто фотографии шиномонтажа, такие-то мастера-приемщики, как там, график работ, обычный сайт шиномонтажа. Callback Hunter еще будет висеть. Ну, допустим, да. Это если очень сильно повезет. Но в этот момент надо задать переломный вопрос. Зачем вам нужен сайт для шиномонтажа? Мы это постоянно делаем, и поэтому там 80 запросов у нас отправляется в урну, потому что если они не готовы к каким-то переменам или не видят в этом глобального смысла, то работать с ними дальше – это рискованное предприятие. Соответственно, если потенциальный заказчик готов выходить на диалог и объяснять, о чем его бизнес, зачем он собирается переделывать сайт, вообще, может быть, у него что-то еще есть, да? Здесь важно входить и изучать его внутренние бизнес-процессы, понять его боль, зачем он вообще хочет это делать в интернете иногда. И тогда, исходя из такого простого диалога, можно, в общем-то, находить весьма себе рациональное зерно, что на самом деле это не просто сайт для шиномонтажа, что у этой компании 10 точек в городе, что на самом деле они хотят каким-то образом увеличивать количество клиентов через онлайн, повышать лояльность уже существующих клиентов, как-то их вообще фиксировать, что они есть, как-то с ними иметь какую-то коммуникацию, ну и, естественно, распределять сезонную нагрузку, да, там шиномонтаж, он всегда активен там весной и осенью, да? Когда резину менять надо? Собственно, и с чего бы начал сервисный дизайнер, да, то есть он бы вообще предложил пройти эту историю там немножко с другой стороны, что какой смысл делать сайт шиномонтажа, когда, в общем-то, уже нужно для этого делать мобильное приложение, чтобы там была онлайн-запись, чтобы на шиномонтаже стояли веб-камеры, чтобы, в общем-то, все пользователи шиномонтажа, поскольку они скачали мобильное приложение, там есть, допустим, статус охранения зимной резины и так далее. То есть, в общем, эта история как раз взаимодействия с клиентской базой через онлайн-сервис. Вот, собственно, этот сюжет, который для современной действительности, он становится более применимым и актуальным для решения, в том числе и бизнес-задач заказчика, а не то, чтобы просто сделать сайт для шиномонтажа. И если, к примеру, заказчик на такую историю идет, только потом уже делать ему там, разбивать это на этапы, на сроки, делать расчеты и вести какое-то производство. Но пока что, пока что, в действительности мы нашли такую компанию, у них несколько... Крутой шиномонтаж-то. Очень крутой шиномонтаж, клиентский сервис зашкаливает, количество отзывов в Яндексе, все прекрасно, и это их текущий сайт. То есть, казалось бы, что им мешало чуть-чуть пойти дальше в этом отношении. Но я уверен, что через какое-то время найдутся люди, которые реально сделают мобильное приложение для шиномонтажа и будут его продавать непосредственно этому шиномонтажу. Они станут посредниками между потребителями шиномонтажа и владельцами шиномонтажа, как, к примеру, сейчас делает CarPrice. Чтобы разложить все это по полочкам, у нас сформировался такой процесс в производстве всего этого, о котором мы сейчас вам вкратце расскажем. Вот такая пока что непростая схема получается. Давайте начнем с аудита. Ну и вообще о чем все это? Ну да, собственно говоря, с появлением технологий, трендов и так далее, все наибольшую ценность начинает приобретать данные, сценарии, пользователи, деньги. Для того, чтобы уметь читать пользователей, уметь анализировать сценарии и понимать, и опять-таки считать деньги, нужно понимать вот это. Lifetime Value, активное взаимодействие, стратегия, аналитика, веб-аналитика, Customer Journey Map и так далее. Это все пока, наверное, страшные слова, но чуть дальше я попробую расписать и объяснить, почему важно каждое из этих состояний. Ну вот, вернемся опять. У нас изначально был давным-давно веб-дизайнер один. Вроде делал все, отвечал за все. Потом роли разделились. Уже классическая история, когда дизайнер делает какой-то визуальный план, но есть проектировщик, который делает вот эти вот layout, делает flow. А вот уже в нашей текущей истории этих ребят становится совсем много. В данном случае сервисный дизайнер, он красный, потому что он не всегда идет на стороне производства. Эта история, как мы понимаем, она может витать в голове у самого заказчика. Сервисных дизайнеров, он как бы может быть на стороне заказчика, на стороне производства, но обычно это группа людей, которая определяет стратегию развития. Может быть даже не дизайнером, в принципе. То есть именно рисовать-то он может и не рисовать. Нет, но это очень важно. То есть сервисный дизайнер, естественно, не рисует. Он продумывает. Да, продумывает все это. Аналитик, проектировщик, визуальный дизайнер. И там еще появился у нас дизайнер взаимодействия. Мы попозже посмотрим. Поскольку у нас же много анимационных штук появилось в интерфейсе, то у нас появился и отдельный специалист, который все эти истории анимирует, для того чтобы заказчик понимал, как интерфейс будет работать в реальной жизни. Да, соответственно, у нас появилось несколько стадий производственного процесса, и начинается все это идеей со стратегии, либо с аудита, на котором мы не беремся за рисование картинок, мы не беремся за работу с данными, за проектирование или за разработку. Мы пытаемся пообщаться с самим заказчиком, понять его требования. Ну то есть нам можно понимать, как функционирует бизнес, какие у бизнеса есть боли, как у бизнеса работают его внутренние процессы. Ну, например, процессинг в банке. То есть как работает внутренняя скоринговая система, как, например, пользователь попадает из одного состояния в другое состояние. Это вроде бы такие уже внутритехнические вещи, но при этом это важно понимать, чтобы грамотно переработать какие-то бизнес-сценарии, пользовательские сценарии и так далее. То есть мы прежде всего работаем, ну, важную долю уделяем именно бизнесу на анализу и вовлечению в сами бизнес-процессы. Ну, да, немножко слайд перепутал. Ничего страшного. Ничего страшного. Но я не буду это еще раз рассказывать. Это про то же самое, про ауди. Тут просто уже более детально расписано. Давай дальше. Следующим этапом у нас начинается аналитика. Тут мы уже начинаем работать с каким-то накопленным массивом данных. Это может быть исторический массив, который мы берем у клиента через систему аналитики предварительных настроев. В данном контексте аналитика в нашем представлении и вообще в принципе представление аналитики она делится на две составляющие. Это количественная аналитика и качественная аналитика. У нас под количественной аналитикой мы подразумеваем работу с аналитическими инструментами, при помощи которых мы можем понять конверсионно-навигационные воронки. То есть как пользователи передвигаются из точки А в точку Б, какие потери терпит компания в числе пользователей и какие в числе денег. И, например, какие сценарии получения продукта наиболее частотные и наиболее выгодные для компании. Я чуть попозже покажу, как все это выглядит. InPage данные. Мы собираем информацию на тему того, как пользователи вводят мышкой, кликают, скроллят. В редких случаях обращаемся при помощи айтрекера, чтобы понимать, что, например, идет до клика, до скролла или до совершения какого-то действия. Места и причины ухода. Это в принципе в отсылку к двум перечисленным пунктам. Ошибки, которые возникают у пользователей в момент выполнения сценария. То есть у нас есть какие-то бизнес-показатели, то есть деньги, экономика, конверсия, lifetime value и так далее. А есть именно какие-то UX, юзабилити метрики. То есть мы постараемся учесть и то, и то. И есть также аналитика, как качественные данные, потому что, ну, представьте себе ситуацию. Вы построили воронку. Например, прохождение пользователей с главной страницы до форума и до thank you page. До страницы спасибо, вы успешно оформили заявку. И замечаете на втором шаге анкеты то, что пользователи в 70% случаев уходят на страничку о компании. Ну, то есть можно грубо построить гипотезу, что давайте мы уберем страничку о компании. Мы же на нее терпим откол, и пользователи, например, не возвращаются обратно. Можем сделать так, запустить это в АБТС, потом запустить релиз, а по факту увидеть не улучшение, а только еще большее проседание. Чтобы эти проблемы устранять еще на этапе аналитики, мы предпочитаем пообщаться с пользователями, которые столкнулись с этой проблемой, и узнать контекст. То есть почему вы ушли на страницу о компании, и почему не вернулись обратно. Как правило, после этих недолгих интервью можно получить много полезной информации. Например, то, что она меня отвлекала, или мне просто стало интересно, или мне не хватает информации о том товаре, или о том продукте, на который я отправляю сейчас заявку. Это важно. И несколько примеров. У нас была ситуация, мы, как уже Сергей рассказал, много работаем с банками, и мы сейчас разрабатываем, и вот-вот зарелизим один большой-большой-большой банк. И нам необходимо было на ранней стадии проекта понять, а кто пользователь нашего сайта. Потому что нам, бизнеса банка, привезли вот такую огромную бумагу, на которой было написано, что наш, знаешь, как маркетинговые аудиты о пользователях. Наш пользователь, это мужчина, 60 лет, зарплатой в 100 тысяч, который там ездит на такой-то машине. Ужас. Вот. А нам нужно было понимать, кто наш пользователь, как этот пользователь передвигается по сайту, и, например, на какие кластеры они делятся, и какую пользу этот кластер приносит компания. То есть там конверсия, например, количество оформленных продуктов, и так далее. Нам нужно это было для того, чтобы потом построить какую-то персонализированную модель для работы именно с группой пользователей. Что мы сделали? Мы при помощи Universal Analytics, кастомных параметров, не штуть важно, получали данные из форм на ранних стадиях оформления, чтобы потом можно было наложить на саму воронку. Например, здесь мы видим доход пользователей, которые оформляли классическую группу карт. То есть сильно отличается от того, что представляют себе маркетологи. Тут, по-моему, 100 тысяч совсем нет. Получили информацию о том, сколько у них есть денег. Серега? Потом получили информацию о том, кто эти люди. В итоге мы уже знаем, что это женщина, которая зарабатывает от 10 до 25 тысяч рублей. Идем дальше. Потом мы узнаем, что эта женщина работает в торговой розничной сети. Потом мы дополнительно узнали, что она еще является консультантом в этой торговой розничной сети. А денег она хочет много, от 100 до 500 тысяч. А знаете, на что она хочет потратить эти деньги? Кто угадает? Нет. Ну там стиральную машинку, хочется купить айфон новый и так далее. То есть такие потребительские нужды, по сути. И вот наш основной пользователь нашего крупного банка. Это Маша. Ей 24 года. У нее есть высшее образование. Работает на продавцом-консультантом. Работает в Москве. Хочет от 50 до 100 тысяч. Тут немножко неправильно. От 100 до 500 тысяч на потребительские нужды. И для того, чтобы оформить продукт, ей всего лишь нужна, чтобы у нее была программа бонусов. Продукты, которые прекрасно подходят для потребительских нужд. Например, скидка в M-Video. Или там скидка в MediaMarkt. Или там в Ашан скидка. И бонусы и акции при выпуске карты. Она хочет копить кэшбэки. Она хочет копить бонус, чтобы потом их тратить. И это полезно и важно. При помощи этого мы можем продумать какие-то маркетинговые… Ой, что это я? Не маркетинговые, интерфейсные вещи и так далее. Идем дальше. Проектирование. А кто знает, что такое Акшур? Программа для проектирования. Что-что? Программа для проектирования. Да, правильно. Мы убеждены, что проектирование… Ну, то есть Акшуры проектирования – это не одно и то же. То есть проектирование Акшуром заканчивается. Это вообще как бы последняя стадия. И вообще можно без него обойтись. В наставлении проектирования – это разработка информационной архитектуры. То есть группы страниц на основе данных. Группы страниц, в которых будет какой-то контент, какая-то вложенность и так далее. Разработка сценариев поведения. Мы на прошлом этапе уже знали что-то о пользователях, о их проблемах, финансовых потерях. Как они передвигаются из точки в точку. Ну, еще много-много всего интересного. И уже на основе этого мы можем переработать какие-то навигационные сценарии. Ну, навигационных диаграмм и CGM – это… Не буду долго про это рассказывать, это мы пропустим. И только потом разработка интерактивных прототипов. И то интерактивные прототипы мы делаем не для того, чтобы показать их клиенту, чтобы он прокликал, а прежде всего для того, чтобы мы могли эти самые прототипы протестируют на пользователях. И небольшой кейс. Сергей, не засыпай. У нас был проект, и сейчас он до сих пор идет. Мы создавали новый интерфейс для интернет-банка. Ну, то есть вообще полностью его перерабатывали. Соответственно, у нас не было какого-то входящего массива данных. Нам приходилось где-то экспертно, где-то по опыту создавать те или иные вещи. И вот мы предлагаем клиенту прототип. Он говорит, мне не нравится. То есть вот прям совсем не давайте все переделаем. А мы уже сожгли какое-то количество часов, потратили время на выделенные команды, все дела, сервис дизайн. А данных нет, к сожалению. Мы не можем однозначно сказать, что вот это правильно, потому что вот цифра раз, вот цифра два. И что мы решили сделать? Мы собрали полностью интерактивный прототип Voxure. Выгрузили его на GitHub, систему контроля и релизов. Получили HTML в связи со статичными ссылочками. Можно прокликать каждый сценарий. Будет отдельная ссылка, отдельное состояние и так далее. И решили протестировать это на пользователях. Что мы получили? Ну, во-первых, мы получили какую-то информацию о самих заданиях. Мы просили пользователей, зайдите сюда, нажмите на эту кнопку, переведите деньги на карте бабушки, оплатите ЖКХ и так далее. Во-первых, забавно было наблюдать, что с каждым новым заданием пользователь, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но обучается интерфейсу. То есть первое сложно, а потом, как видите, шкала, в принципе, она преобладает над проблемами или над отказами от выполнения задания. Дальше. Дальше мы смогли понять, как пользователи передвигаются по этому самому прототипу, выполняя те или иные навигационно-конверсионные сценарии, назовем их так. Соответственно, мы уже могли выделить какие-то точки контакта, которые наиболее приоритетны и выгодны пользователям и выгодны для самого сервиса. Ну и, соответственно, мы собрали какое-то количество in-page данных, о которых я уже сговорил. Ну то есть это in-page, это card-score. А вот как вы думаете, что вот это такое? Нет. 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 Почему? Кто-то сказал карты… А, это не карты кликов. Не карты кликов. Ну ладно. Это карта движения мышки. Она кардинально отличается от карты кликов тем, что она фиксирует не клик, она фиксирует какой-то ховер-эффект на объекте и передвижение от этого объекта к другому. Основная гипотеза наша заключалась в том, что мы хотели сделать вот этот меню, не просто навигационное, чтобы пользователь, кто-то ушел, а еще с каким-то интерактивным. То есть, например, сразу отсюда можно платить что-то или что-то куда-то перевести. Клиенту не нравилось, нам оказалось логичным и все сценарии, которые происходили через взаимодействие с этим меню, они не обрывались. Они были успешными. В итоге все равно переделали потом, но на первом этапе мы смогли подтвердить эту гипотезу, причем быстро, без долгих споров с клиентом, без долгих выезда на встречи. Это не только инструмент сбора данных, но еще инструмент успешной коммуникации и успешной быстрой сдачи проекта. Ну, в каких-то этапах быстрый, если проект, например, итерационный. Дальше. Значит, ты. И вот после всего этого дизайнер сел рисовать что-то, да? Ну, только сейчас. Это сколько прошло? Только сейчас. Два-три месяца они там все это изучили, сделали прототипы интерактивные, и мы сели, значит, уже что-то близкое к жизни. Ну, тут на самом деле все просто. Заказчику предоставляются вот эти референс-листы, мудборды, когда берется огромный пинтерест, нарезаются работы по точным критериям, что он там хочет что-то легкое, там голубое, зеленое, серо-бурмалиновое, ему просто эти работы нарезаются в огромный этот один файл, показываются всякие кусочки, элементики, вот, он говорит, что да, направление правильное, тогда стилистика как бы плюс-минус прорисовывается, идет разработка дизайн-концепции, в нее вносятся правки, идет все-таки в этом моменте всегда может идти игра шрифтами, перекраска какая-то, тот самый коэффициент вкусовщины, потом идет разработка файлов стилей, то есть если мы берем какой-то ДБО, онлайн-банкинг, там где-то порядка 120 лейаутов, все их, естественно, рисовать это смерти подобно, с ума садишь, да, просто фиксируются лимиты по количеству элементов, они все отрисовываются, потом это либо собирается техническим дизайнером там в каком-нибудь скетче, там то, что побыстрее получается, либо там на готовый фреймворк, там на том же бутстрапе, это можно все применить, покатать, там и так далее. Вот, к примеру, такой обрисованный грубый прототип, что у нас было, и в общем-то, все ли мы, как это, как в детской раскраске взяли, раскрасили, вот у нас получился такой дизайн, который, в общем-то, сейчас конкретно переделается в ближайшее время, но не суть. Да. Как говорят наши западные коллеги, sexy look and feel, то есть это, в общем-то, индустские коллеги, да, индустские коллеги, история дальше идет про красивые картинки, их безумное, огромное количество, для каждого проекта делаются такие подборки, это просто концептуальные вещи, они же в итоге, эти концепты эти согласовываются, с какими-то минимальными изменениями, они уже поступают в эфир, вот это наши работы для каких-то западных коллег, вот сейчас вышел новый сайт КХЛ, за который нас болельщики готовы убить. На самом деле, отзывы нам на почту сыпятся просто угрозы, расправы, смерти, там получился, на самом деле, у нас небольшой, этот, как его, стык технологий, не стык там получился, там дырочка получилась, потому что мы с заказчиком коммуницировали отлично, мы прошли с ним аналитику, все тут же, а мы забыли пойти на матч и поговорить с болельщиками, что их реально волнует, и это тоже огромный, как бы, это как раз очное тестирование. Ну это, да, типа, называется поля, выход в поле. Да, и по идее, мы сейчас должны будем это провести. Разумеется. И переделать. Пока только это, сезон не закончился. Новый сайт онлайма, который, кстати, удвоился, да, по конверсии. Да, это на самом деле очень крутой кейс. мы, ну, во-первых, мы очень много-много-много-много всего анализируем, до сих пор анализируем. У нас там есть целый продуктовый роутмап, у нас расписано там 30 B, MWT тестов на несколько месяцев вперед. И да, мы конверсию увеличили на 60% относительно старого и нового, и потом еще к этому прибавили двадцатку, изменяя интерфейсный элемент на новом сайте, то есть в принципе на сотку. Но это пока только начало, можно так сказать. Да, и немножко про дизайн микровзаимодействия, это тот самый интеракшн дизайн, это история, когда куски интерфейсов для заказчика специально анимируются, чтобы он понимал, как та или иная вещь у него там будет жить, двигаться и так далее, и тому подобное. Потому что дизайн в статике сейчас практически тоже умер, его никто не рассматривает, когда вы делаете раскадровку, и ее тоже как бы мало кто понимает. Поэтому для каких-то конкретных случаев, когда идет презентация, дизайн концепции для крупного заказчика, сразу делается готовый видеоролик. Фильм прям делается. Фильм, да. Ну и так далее. То есть согласен. Да, опять ты. Опять я. Я на этом хочу заострить свое внимание. Сегодня много обсуждалось коллегами из Битрикса про АБ-тестирование, про статистическую достоверность. Кто проводит АБ-тестирование? Здорово, здорово. Грустно. Окей. Как вы считаете… Ну, неправильный вопрос. Вообще не будет вопроса пока. АБ-тестирование – это прежде всего метод, который полностью базируется на классической статистике. То есть в нем нет совершенно никакой доли экспертизы именно в процессе посттест-анализа в самом тесте. В нем есть исключительно цифры. Например, сегодня был очень интересный вопрос от коллеги из зала к коллеге из Битрикса на тему того, а почему мне калькулятор внутренний показывает, что тест нужно проводить 196 дней. Потому что, скорее всего, коллеги из Битрикса используют классическую формулу по расчету выборки из генеральной совокупности. То есть чтобы понимать, какое количество пользователей должно попасть на каждую ветку. И, скорее всего, если я не знаю, как точно работает, я сейчас скубу предполагаю. И, скорее всего, в этом расчете создается базовая величина, на которую хотят увеличить конверсию относительно текущей. Если, например, конверсия 1%, а мы хотим увеличить конверсию 0,3%, то да, у вас, скорее всего, будет 196 дней, 180 дней. Если у вас мало трафика, то тест не результативен. Если сложно, пожалуйста, задавайте вопрос, я поясню, о чем я. Ну и, соответственно, очень важный критерий — это в самом пост-тест анализе. То есть, когда мы, например, получили какой-то результат конверсии на какую-то конкретную ветку, например, на ветку А или ветку Б, и у вас конверсия, например, 0,85, она не 0,85. Она 0,85 плюс-минус какой-то уровень погрешности в зависимости от уровня интервалов. Я к чему все это? То, что чтобы однозначно понимать, насколько результативен ваш тест, насколько можно ему доверять, необходимо не просто замерить конверсию, погонять трафик неделю и сказать то, что «О, вариант А выиграл». Выкатить все это на сайт, а потом окажется, что либо ничего не изменилось, либо хуже стало. И вот чтобы вам самим все это не делать, то, что я сейчас рассказываю, у нас буквально через неделю немножко рекламы зарелизится вот такой чудный инструмент, называется AIS Analytics. На нем будет представлен полноценный калькулятор по расчету статистической значимости достоверности А, Б тестов. То есть просто вводите там, я извиняюсь за рекламу, просто сколько пользователей зашло, какое количество действий, он вам все выдает, то есть есть результативность или нет. Еще раз к чему я все это? Это то, что АБ-тестирование это очень круто. Мы огромное внимание этому уделяем при проектах. У нас на каждом проекте огромные роудмапы по тесту. Но тут нужно прям наукой заниматься. Все? Закончилась реклама? Да. Ну и напоследок на десерт. То есть это вся история сервисного дизайна, она в общем-то берет начало далеко, естественно, не из России, как мы понимаем. То есть этот процесс зародился совсем в других компаниях, в другой части света. И мы с этими товарищами в какой-то степени знакомы. Даже некоторые компании нам недавно удалось посетить, чтобы в общем-то в более таких деталях мелких посмотреть, как они это делают, как у них устроено это в мелочах. То есть с частью компаний мы даже пересекаемся на российских тендерах. Они приходят сюда, приходят в финансовый сектор. Вот в частности Fjord, это компания, которая разрабатывала проектирование и дизайн последней версии сайта Промсвязь Банка. То есть это история уже не про даже студию Лебедева, то есть это история больших глобальных компаний, которые занимаются сервисным дизайном. Да, у них там масса офисов по всему миру. И в том числе они пытаются уже так приглядываться к российскому рынку. Соответственно, мы с ними познакомились и разузнали все в мелочах. Потом мы ездили в Нурун, что-то знаем и видели тоже про EFI. Про Фрок немножечко знаем. Ну, они совсем какие-то такие большие и непонятные. Там как бы сервисный дизайн уже замешан с каким-то глобальным консалтингом. Бла-бла-бла. У них есть определенные особенности, которые как бы стоит учитывать. В том числе мы для себя их взяли во внимание. Эти вещи, которые кардинально отличаются от того, как работаем мы здесь. Они продают выделенную команду. То есть заказчик, когда покупает, выбирает, к примеру, компанию на тендере, он в том числе смотрит на каждого конкретного специалиста, который будет работать с этим проектом и смотрит на его портфолио, бэкграунд. То есть если это, к примеру, какой-то банк, то, допустим, они выбирают, смотрят какого сервисного дизайнера либо продуктового дизайнера или визуального дизайнера им выбрать себе в команду, чтобы получить как бы из этих ингредиентов наиболее качественные коктейли. И вовлеченную команду, чтобы понимали, не просто как красиво сделать, как функционирует процесс и так далее. История как раз ввода в сервисный дизайн, когда разрабатывается стратегия, когда генерируются идеи, для этого они специально организуют серию воркшопов со всеми представителями бизнеса, заказчиков. То есть если это банк, то у нас там есть розница, есть корпоративный блок, есть ДБО и так далее, маркетинг. Вот эти 6-8 человек собираются в одной комнате вместе с представителями этой компании, вместе с этой выделенной командой, и они на несколько дней закрываются, устраивают некоторую стратегическую сессию, когда очень плотно и тесно друг с другом знакомятся и вырабатывают какие-то идеи, которые впоследствии становятся основой для разработки вот этого какого-то нового онлайн-сервиса либо там продукта. Их работа бьется на недельные спринты, то есть они в начале недели собираются и говорят, мы за эту неделю сделаем вам вот такой-то объем, и ровно через неделю они встречаются, закрывают этот недельный спринт и открывают следующий, потому что через месяц, к примеру, задача может кардинально поменяться, и никто не хочет рисковать, уходить от коммуникации на месяц, чтобы через месяц 30 и понять, что мы ехали не в том направлении. Поэтому они вот эту работу делают каждую неделю и каждую неделю закрывают деньгами в том числе. То есть у них там вот неделя стоит столько денег, мы едем, к чему-то пришли и следующую неделю мы опять садимся, обсуждаем, что мы делаем там и так далее. Ну и соответственно у них это модное слово флоу, это когда есть некоторый симбиоз проектирование визуальщины настенных каких-то живописей, когда от точки входа до точки выхода они все это рисуют, в том числе и в блокнотах, они делают из этого какой-то картонный конструктор, и в том числе, когда мы были в гугле, эта история с флоу, она даже может заканчиваться таким образом, что они прорабатывают, к примеру, шесть экранов из восьми, там от точки входа до точки выхода, и последние два экрана они отдают фокус-группе, они берут реальных респондентов с улицы, которые подбираются под эти параметры, они говорят, мы как бы не знаем, как лучше тут организовать, например, итоговый welcome page, или как лучше организовать почтовую отбойку, и конечная группа пользователей из этого картонного конструктора собирает тот самый идеальный прототип. Есть очень забавная история про Google и Google Analytics. Да, но это скорее, ты спосещал. Ну, в общем, Google запрещено вставить Google Analytics на свои продукты до релиза. То есть, например, они там выкатывают бету-версию, гонят на нее пользователей, это бета незавершенная. И вот до того момента, пока бета, ну, версия не выйдет в официальный релиз из стадии беты, они не могут вставить Google Analytics, то есть они не могут собирать данные о своих тестах, о коротких релизах и так далее. Это, по-моему, очень забавно и интересно. Ну, и интересные цифры и факты. К тому же про тот же Нурун, да, тип бизнеса у них точно такой же, как у нас, проектный. Они испытывают с этим определенные проблемы, что, к примеру, заказчик приходит, берет какой-то блок работ из этой огромной цепочки, то есть продать весь цикл по-прежнему даже там очень сложно. То есть там заказчики тоже не особенно так разбираются, что такое сервисный дизайн. Штат у них, ну, как у нас, к примеру, в каком-нибудь топовом агентстве 60 человек – это как бы предел для рабочей группы. У них есть там офисы по разным штатам, по разным странам мира, в зависимости от того, где находится конкретный заказчик. Средняя стоимость часа, самое интересное, 200 долларов они берут просто за среднего специалиста. Они, кстати, их никак не грыдят. То есть у нас там, допустим, есть там младший дизайнер, обычный дизайнер, ведущий дизайнер, директор там. У них вот просто реально вот средняя стоимость часа, то, что они выставляют, рассчитывают. Ну и самое интересное, средняя стоимость проекта от 300 до 200 тысяч долларов. Это, в общем-то, в цифрах. Также последнее, что хотелось показать, это непосредственно вещи, которые они делают. Нурун непосредственно делал Теслу с самого начала. Все диджитал пространство Теслы в интернете, это первый сайт их, конфигуратор. Но суть не в этом. Они организовывали как раз в том числе вот эту вот такую особенную омниканальность, когда, к примеру, вы заходите знакомиться с Теслой на их веб-сайт, понимаете, что вам, в принципе, приглянулся этот автомобиль, и идете в автосалон. У Тесл очень компактный автосалон, их достаточно много, но они такого небольшого размера и находятся в абсолютно разных частях города. Вот там стоят два автомобиля, а все остальное пространство заполняют интерактивные дисплеи, которые, кстати, в том числе наследуют интерфейс конфигуратора с веб-сайта. То есть интерьер делится на три части. То есть первая часть вы входите, стоит первый автомобиль, и на двух дисплеях вы его изучаете. То есть там показываются, какие материалы, какая подвеска, как все это прекрасно. Если вы вовлекаетесь в воронку дальше, вы проходите просто дальше, подходите к другим двум мониторам, там открывается конфигуратор, вы уже можете погонять, какой цвет, какие колесные диски, покрутить, повертеть. Все это, естественно, там в 3D. И вот видите, замечательная третья перегородочка. Вы просто туда заходите с единственным консультантом, который сидит вот в этом помещении, и просто оформляете заказ, автомобиль вам привозят на следующий день. Все. То есть одна модель машины на данный момент, и вот это пространство, которое в том числе можно отнести, этот тип проекта, к сервисному дизайну, потому что это вроде бы офлайн, с другой стороны, это в принципе онлайн, потому что все, что вы вводите в конфигуратор на втором экране, на второй линии, автоматом поступает и чарджится с вас уже в третьей зоне. Все. Вторая интересная история, которую они нам показали, это сайт гавайских авиалиний. Это тоже очень интересный кейс, потому что в Америке есть крупные авиалинии, там Virgin America, American Airlines, там Delta, United и так далее, но есть вот такие абсолютно никому не нужные гавайские авиалинии, которые летают только на Гавайи. И то на кукурузниках. Ну, они из разных штатов летают на Гавайи, и они чувствуют себя очень ущемленными, и они обратились к ним, сказали, ребята, давайте, у нас очень плохая конверсия сайта, к нам на сайт никто не ходит, потому что, ну, кому нужны гавайские авиалинии, да? И они сделали им прикольный сюжет, что сайт гавайских авиалиний стал, по сути, сервисом по подбору идеального тура на Гавайи. Это история не тогда, когда вы покупаете авиабилет, и вам тут же какой-нибудь мегапортал по букингу, по заказу авиабилетов вываливает вам сто пятьсот отелей, да, и что-то непонятное. Они здесь сделали персонализацию, там можно взять какую-нибудь аватарочку смешную, там сразу выбрать место и отложить что-то. И там, в том числе, там идет персонализация в зависимости от дат поездок, в зависимости от цели поездок. К примеру, у вас романтическое путешествие, он вам там уже начинает подбирать максимум три-четыре отеля, которые предельно хорошо подходят для вашего сюжета. И на выходе при чекауте вы имеете конечный пакет, конечную поездку, как, по сути, если вы приходите в турфирму и покупаете готовый тур вместе с перелетом, с гостиницей и так далее. Тоже история того, как, к примеру, маленькая, но гордая авиакомпания может получить дополнительную ценность с помощью своего нового веб-сайта, конвертируя ее вот в такой онлайн-сервис. Для того, чтобы далеко не ходить, мы сравнили сайт гавайских авиалиний с саратовскими авиалиниями. Это очень небольшая авиакомпания. И, к примеру, мы можем посмотреть, как сайт саратовских авиалиний выглядит сейчас. Можно билет купить. Да, можно, в принципе, присмотреться и сразу рассмотреть их ключевую боль. То есть вначале сайт был ничего, но вот видно, что в основную навигацию не влезло, а ведь это важные пункты. Расписание, поиск заказа. Я нечего. И купить билет, смотри. Купить билет. Окей. Другой очень интересный кейс уже от EFI. Это Virgin America. В принципе, этому сайту уже достаточно… Два года. Два года ему, да. Это был первый сайт авиакомпании, в который они полностью отказались от какой-то визуальной вкусовщины и сделали из сайта полноценный онлайн-сервис. Этот сайт отлично работает с точки зрения того, что пользователь заходит, выбирает билет, количество необходимых билетов там, да, выбирает даты. Все это сделано в огромном, красивом, легком интерфейсе. По сути, этот интерфейс даже положил какой-то определенный тренд в то время. Да, да, да. На формирование форм, листингов появились вот эти вот визардовые оформления. Вы сейчас много можете где-то встретить. Кстати, есть очень интересная история вообще, как он создавался. Да, да, да. Там много всего интересного. Опять же таки, это история трансформации, в общем-то, из обычного корпоративного сайта со замазливыми стюардессами, там, с фотографиями самолетов в реально очень клевый, простой, удобный онлайн-сервис. Клевые аватарки, как на Гавайях. Это тоже свой армазный тренд. Да. И, опять же таки, мы сравнили их по масштабу и, в общем-то, вот у нас получается сайт Трансайра. Кстати, знаете, да, последние новости. Аэрофлот их купил за рубль. Может быть, в том числе потому, что эти парни вовремя как-то… Сайт плохо делают. Не смогли они, да, перестроиться под какой-то онлайн-сервис более прикольный. И из нашей оперы то, чем мы занимаемся уже второй год, это новым сайтом госуслуг, он доступен по адресу beta.gosuslugi.ru Это там… То есть, если вы задеетесь на просто госуслуги, вы увидите старые интерфейсы, старые алгоритмы и все-все-все старые. А на бете потихонечку выкатываются услуги, которые разрабатываются нами. И разрабатывались, разрабатываются и будут разрабатываться. То есть, этот проект примечательен тем, что вроде бы изначально постановка задачи была вполне понятная. Типа, есть госуслуги, хотим новые госуслуги с новым дизайном. А по факту мы начали сталкиваться с проблемами, то, что, например, при взаимодействии с каким-нибудь ведомством, там, ФМС, ФНС, МВД, не сформирована потребность, нет как-то вводных данных. И, по сути, мы полноценно участвовали не только в визуальной составляющей, но и в проработке именно бизнес-логики, как услуга будет предоставляться со стороны ведомства. Самое крутое достижение то, что вы можете авторизоваться на новом сайте госуслуг, вбить единожды свои данные и получать автоматический информер по всем задолженным сразу. То есть у вас сразу доступны штрафы, налоговые задолженности и судебные. И вам каждый раз не надо для этого заново вбивать номер автомобиля или вбивать права. Вы просто один раз авторизуетесь, и в следующий раз при заходе у вас этот виджет постоянно обновляется. Ну, лучше, чтобы он, конечно, был пустым. Ну, бывает всякое. Все. Спасибо большое. Мы уложились. Вообще с госуслугами сейчас очень удобно. Пока доезжаешь до дома, тебе уже пуш-уведомления приходят, сколько ты штрафов наработал. Пожалуйста, вопросы коллегам. Миша, давай энергичнее. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Александр. Привет. Чуть ближе микрофон. Привет. Вопрос такой. Вот вы говорите, и мы решили пообщаться с пользователями. Это когда вы говорили про то, что они смотрят о компании. Как вы решили? Понятно. Как вы общались с ними? Непонятно. Непонятно, как мы с ними общались? С удовольствием расскажу. У нас есть два подхода. Первый – это мы ищем целевую или околоцелевую аудиторию и приглашаем их в нашу специальную мини-лабораторию для общения. Или, например, прочим заказчику ее предоставить. Это простой дурацкий способ. А есть способы интереснее, которые мы активно используем. Пользователь начал взаимодействовать с формой и при условии, если он передал один из способов связи, либо email, либо телефон, мы для этих целей используем систему аналитики Mixpan. Мы эти данные забираем. И потом на основе этих пользователей, которые… На основе информации о email и о телефоне и на основе понимания, где он ушел с воронки, мы ему звоним или пишем и просим принять участие в каком-то исследовании. Это в 80% случаев вызывает дискомфорт и раздражение у пользователей, а в 20% случаев мы получаем заинтересованных пользователей и полезную информацию. То есть вот есть два способа. Мы предпочитаем второй. То есть если вы осредили, что он сделал плохо, мы либо автотриггеры используем, то есть на почту пушим с опросником, либо дозваниваемся просто. Вообще не вариант. Лучше звонить сразу, сразу скажу. Пожалуйста, еще вопрос. Ребята, привет. Меня зовут Денис. Да, я здесь… Вопрос у меня такой. Как тренируете фронтендеров? То есть у вас много анимации, все круто, прикольно. Где берете идеи и как учить ребят? Спасибо. У нас есть отдельный мошен-дизайнер. Он работает исключительно в After Effects. Там как бы есть уже определенные предустановки, плюс он проходит определенное тестирование по технологии. То есть мы не можем сразу отдавать это в фронтенд, потому что верстальщик сам по себе, каким бы он крутым не был аниматором, он никогда так не сделает. Поэтому нужна какая-то предварительная версия в After Effects, которая будет реально такая красочная, клевая, с правильными замедлениями и так далее. А потом, когда заказчик все это хозяйство согласовывает, мы уже передаем это фронтендеру, и этот парень сидит между дизайнером и аниматором. Поэтому они постоянно как бы коллаборируют вместе и обмениваются. В том числе и фронтендер в итоге на выходе, он как бы становится уже подкованным, у него появляются вот эти вот свои наработанные библиотеки вот этих вот анимаций, и с каждым разом у них все это быстрее и быстрее происходит. От меня вопрос. Сереж, скажи, пожалуйста, вообще концепцию сервис-дизайна удастся популяризовать вообще настолько, чтобы заказчик, на твой взгляд, вообще смог произнести эти слова? Вот мы как раз последние два месяца проводим некоторое интервьюирование, ну, включая вот даже вот это выступление, и мы сталкиваемся, конечно, с тем, что, ну, не совсем все доступно и понятно, потому что это слишком большой и длинный процесс. То, что вот мы говорили до этого, да, это некоторое скрещение аналитики и дизайна, оно как бы воспринимается гораздо лучше, гораздо проще, потому что понятно, что есть какие-то научные данные, которыми мы оперируем, и есть результат, который можно пощупать, картинка, да, которая построена на этих данных. И есть третье тестирование, когда мы ее прогоняем и получаем реально там положительный, либо отрицательный. Негативный, всякое бывает. А история с сервисным дизайном, она как бы, она вроде бы правильная, но она слишком идеальная, что ли, для нашего мира. То есть пока для России это история, которая вот только где-то витает, как волшебный такой воздушный шар, он еще даже для понимания заказчиков, особенно средних, даже крупных, он еще как бы такой вот очень-очень... Бывает его какой-нибудь конверсионный дизайн? Ну да, с названием, я думаю, еще стоит поработать. Не, ну конверсионный, это, наверное, в отсылку к тому, что уже у нас сформировано, то есть дизайн основанный на данных, типа data driving design, это такой вообще принятый термин, скорее. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое за интересный доклад. Спасибо. У нас перерыв 30 минут, возвращаемся в 17 часов.